Невесомость вне космоса, а чувство полёта для воспитанников отделения прыжков на батуте давно стало обыренностью. В воздухе юные спортсмены выполняют самые разные упражнения. Залог идеально выполненных прыжков – сотни часов работы. Саровские спортсмены занимаются на батуте акробатической дорожке двойном мини-трампе шесть дней в неделю по два часа. Результат – победа на соревнованиях областного и федерального уровней. Всероссийские соревнования, которые проходили в ноябре, принесли Сарову две медали. На соревнованиях мне очень понравилось. Считаю, что прошло всё не совсем удачно. Можно было лучше выступить. Там было весело и выступать было в волне. Самое главное спасибо моему тренеру Анатолию Аркадьевичу Меньшени. Он мне помог сделать много элементов и победить. Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте акробатической дорожке двойном мини-трампе памяти героя Советского Союза Сергея Люлина проходили в Иваново. В состязаниях приняли участие 312 спортсменов из 19 регионов России. Высокий уровень соревнований, серьёзные соперники. Непростой задачей для саровских ребят было справиться с волнением и выступить достойно. Домой наши ребята вернулись с двумя серебряными медалями. На этих соревнованиях выступили более-менее нормально. Я считаю, могли и лучше, но это всегда так. Потому что соревнования эти считаются всероссийские. Они в календаре у нас, в всероссийском официальные. Приравниться к первенству России. Сейчас юные спортсмены готовятся к первенству города, которое пройдёт 8 и 9 декабря. Лучшие отправятся защищать честь города на областном уровне. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.